Зеленый свет бизнесу о поддержке малого и среднего предпринимательства, а также вопросы противодействия появления на рынке фальсифицированной молочной продукции и молока, шла речь на профильной комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации Щелковского района. Серьезные меры поддержки предпринимает Московская область. Порядка 600 миллионов рублей выделено предпринимателям на компенсацию расходов на покупку оборудования, развитие инженерной инфраструктуры и компенсацию лизинга. Своё плечо готовы поставить бизнесу и на районном уровне. По Щелковскому району в городском поселении Щелково у нас 1 миллион рублей на частичную компенсацию арендных платежей. При любом развитии они могут получить поддержку. Это и налоговые льготы, это и материальная поддержка, компенсация оборудования, компенсация инженерной инфраструктуры. В том числе есть и нематериальная поддержка, это предоставление муниципальных помещений в льготную аренду. Скидка малым и средним предпринимателям по аренде муниципальных помещений составляет до 50%. На льготных условиях в нашем районе предоставлено в пользование 9 помещений. Нововведения ожидают предпринимателей, занятых производством продуктов питания. Вся продукция в скором времени будет проходить электронную ветеринарную сертификацию. Делается для того, чтобы вытеснить с полок наших магазинов фальсифицированную продукцию. По данным федерального проекта за очистные продукты, в молочном производстве доля фальсификата уже превышает 20%, а в нижнем ценовом сегменте этот показатель еще выше. С 1 июля вступает в силу электронная ветеринарная сертификация. Она защищает легальный бизнес и потребителей. То есть в сфере продуктов питания будет обеспечена прослежимость от поля до прилавка. Если на пакете написано молоко, там действительно должно быть внутри молоко, а не молочный напиток. Особенно чувствительно отреагируют на нововведения компании, работающие в сфере поставок детского питания. Очевидно, властям здесь потребуется доработать законодательство в сфере государственных закупок. В этот мир конкурентной среды, который мы понимаем, очень раним со стороны фальсификата. Внести какие-то регуляторы, внести какие-то ограничения, чтобы туда не заходил фальсификат с понижением цены. Говорили на совещании о соблюдении экологических норм при введении земляных и других работ, которые требуют удаления древесной, кустарниковой и травянистой растительности. На каждое спиленное дерево и уничтоженный квадратный метр газона необходимо получать разрешение. Его выдают после оплаты экологического сбора. Важные изменения этого года услуга по выдаче поробочных билетов теперь оказывают через МФЦ. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».